ТОС «Четвертая линия» в числе самых ярких участвует во всех проектах городских и региональных властей. Активисты самоуправления, волонтеры нацпроекта «Жилье и городская среда». Лауреатами конкурса на лучший ТОС Рязанской области они тоже стали вовсе не случайно. Понятно, что те, кто активен и получают многое, на этом доме уже обновили фасад, капитально отремонтировали крышу. Воду она действительно не пропускает, но в жару возникает другая проблема – течет битум. Летом течет по сей день по всему дому. Мы не можем добиться. Были в управлении компрессов, на балконах, на окнах, на москитных сетках, на сливах, в общем, все, везде. Битум остался от предыдущей крыши, они его не сняли. И, видимо, придавили горячим асфальтом, а теперь он вот с краев сползает на голову. По словам заместителя руководителя ТОСа Натальи Буравской, этот вопрос заботит жителей дома уже второй год. Губернатор процесс ускорил. Он распорядился найти подрядчика и устранить недочеты в ближайшее время. Слышать людей – самое важное качество для власти. Накануне появления стратегии развития страны на ближайшие пять лет – это особенно актуально. Если мы сами определяем, то не всегда, наверное, это с вашими запросами совпадает. А если это вы именно говорите о том, что нужно сделать, с вашими депутатами говорите об этом, с активистами. Наталья Сергеевна, с Галиной Николаевной, опять же, ну и с городом, с региональными властями, то мы быстрее все это вместе сделаем. Мы вас готовы поддерживать и дальше. Особенно это приятно делать в таких ТОСах, как у вас. У вас и лауреатские звания были, я помню, когда мы объявляли конкурс среди ТОСов. Новая спортивная игровая площадка – как раз результат активности ТОСа. Ее установили по программе поддержки местных инициатив. Стоимость – 2 миллиона рублей. Здесь уложили бесшовное резиновое покрытие, появились скамейки и урны. То, что и требовалось местным жителям. Максим Васильев, Игорь Глотов, телекомпания «Город».